Привет, дружок-пирожок! С тобой снова Хэллоис, чутка художник, чутка аниматор, чутка критик, чутка черт знает кто еще и ты вновь здесь, на моем канале, где мы увлекательно развлекаемся всякими веб-анимациями. Если ты сильно так же, как и я, любишь мапы анимационной мемы, вот сериалы, аниматики, обязательно подпишись на этот канал, не забудь поставить лайк, оставить комментарий больше четырех слов, потому что это очень поможет продвинуться ролику. Особенно сейчас, в конце августа, когда ни хрена ни один ролик никуда не продвигается. И к нам вновь возвращается наша обожаемая рубрика критика подписчиков, которую все очень давно долго ждали. И вот этот день настал, но сегодня мы ее проведем несколько иначе, потому что на этот раз я буду выбирать уже не просто тыкая пальчиком, как обычно, а я буду использовать генератор случайных чисел. Насколько это адекватно пройдет, не знаю, но мы попробуем так, мы совершенно снизим вероятность того, что каким-то образом вдруг, мало ли, я выберу кого-то предвзято или не выберу. А числа, они нам покажут все как и есть, без прекрасных, но если по этому числу комментариев попадется какая-то неудачная, либо просто реплика, не относящаяся к посту, либо ссылка, которая будет оформлена неправильно, я буду брать следующую по порядку. Вот, в общем, правила такие, давайте же скорее перейдем к ним. Вот перед вами пост, на котором все и произойдет, вы его все видели, я буду отсчитывать, наверное, быстренько за кадром, потому что вы заколеваетесь смотреть, как я там какой-нибудь 250 комментарий высчитываю. Вот у нас 284 комментария, я вбиваю в генераторе от единицы до 284 и нажимаю сгенерировать. Мы посередине... Только-только я говорю, какой-нибудь 250, и он выпадает просто прекрасно, просто прекрасно. Я не знаю, что это за мэджик. Что ж, 252, давайте считать с конца. 284 минус 252. Нам нужно отсчитать 32 комментария с конца. Я оставлю здесь сначала новый, чтобы было проще. И считаем. Вот, 32-й комментарий с конца. Это у нас идет автор под названием Рен Рен. Можно, пожалуйста, критику? Я уже был в видео один раз. Нифига тебе повезло, серьезно? Второй раз тебя рандомайзер выбрал, это что за совпадение? Это не я, ребятки, сычок. Хотелось бы узнать, появился ли у меня прогресс и критику от вас. А что там? Ну, хоть бы, ну, написал бы, что там. Потому что, ну, непонятно. Блин, ладно. Но лучше пишите нормально, пожалуйста. Я не вижу у тебя просмотренных уже мемов, поэтому я понятия не имею, что мы уже смотрели, а что нет. И я не знаю, как мне проследить прогресс, если я не помню, что было в прошлый раз. Так, и это мем Ичи Нисан. Во флипа клипе нарисован он. Давайте же заценим. Всего 89 просмотров. Ребятки, кстати, спешу напомнить, что вы можете поддержать всех участников сегодняшних. Потому что ссылочки на них будут в описании под роликом. Если вам кто-то очень понравился, вы хотите ему помочь, можете подписаться, оставить комментарий и так далее. Смотрим. Какая-то няшная юбочка колыхнулась. Ну, миленькая заставка. Какие-то пузыри, какие-то побрякушки, висяшки. Очень интересно смотрится. То есть, я люблю, когда в заставке тоже есть какая-то идея соблюдается, а не просто буквы на фоне. Без всего здесь все такое пузыристое. Опа, нифига себе, там была покадровка. Ну-ка, 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 покажи. Ну, прям такое, неплохо показал. Правда, конечно, ну, немножко обрывисто смотрится анимация. Мало FPS вышло. Но, тем не менее, в принципе, особенно если учитывая, что это закос под аниме, то это сгодится. Но есть некоторые, я прям вижу, анатомические косяки. Допустим, вот здесь отсутствует плечо. Даже если ты руку поднимаешь, видишь, вот так, у тебя будет видно какой-то, типа, кругляш кости, который будет выпирать. Здесь же совсем все обрублено, поэтому не хватает немножечко вот здесь плечевой кости. И мне кажется, ладони сильно длинные вышли. Прям они очень длинные. Хочется их чуть-чуть как-то вот ужать немножечко. Прикольно, пытаешься какие-то блики на волосах сделать. Контур дрожащий, слегка неровный, но, тем не менее, в принципе, сами формы, лица, глаз, черт всяких обозначены неплохо. Опа-опа-опа, какие-то персонажи, я не знаю, кто эти люди все. И уж извините меня, я не особо хорошо разбираюсь в аниме-тайтлах новых, потому что я древний дед. Но, в принципе, если это не срисовано, а просто нарисовано самостоятельно, это очень-очень здорово. Вот, здесь прям очень хорошо анимешные лица вышли. Особенно вот первые и последние, они какие-то прям максимально так профессионально смотрятся. Мне нравится, используешь тени, какие-то блики в покрасе, такой стиль крайне тяжело анимировать. Но здесь, по сути, просто картинки с легкой, по-моему, какой-то там была легкая анимация. Ну да, чуть-чуть голову сдвигаешь, по сути, наверное, твинингом даже больше, чем покадровка. Или покадровка там была, напиши, пожалуйста. Но очень классно смотрятся вот эти картинки. Особенно то, что они по контуру крайнему, они толстым обведены, а внутри контур потоньче становится. Я тоже такое люблю, это прям вкусно смотрится, как стикер. Очень качественные вот эти рисунки. Но вот этот, конечно, чубзик самый прикольный, потому что он двигается оживленнее всех. А это кто вот это вот? Это из какого-то тоже аниме или нет? Потому что у меня ощущение, что мне попадался вот этот вот кун с ушами. Ааа, в каких-то пабликах с мангой. Я не знаю, в общем, откуда-то я его помню. Может быть, просто совпадение и похожий типаж. Прикольно, тоже, в принципе, нарисовано. Ну и дальше пошло зацикливание. Немножко видно, вот здесь прыгает при смене кадров кое-где контур. Вот этот бантик, он как-то странно себя вел, как мне показалось. А, там не бантик, там вот эта вот линия плеча. Вот здесь она друг на друга нахлёстывается. И здесь все совместились уже, ну-ка, ну-ка. Много разных персонажей на экране. Прикольно, кстати, они расположены. Мне нравится, что есть как бы две главных фигуры впереди. И есть средний какой-то слой с персонажами. И дальний план, где уже ходят такие совсем малипусечные. Правда, всё равно, мне кажется, их стоило чуть как-то всех повыше сделать. Потому что они там где-то в самом низу застряли. Немного их плохо видно. Ну и такая у нас заставочка в конце. Милашно, в принципе, очень даже милашно выглядит вот это. Только перекрашенные контуры я вижу, опять кусочки торчащие. Ну, что в целом-то сказать? Это хорошая работа. Здесь есть покадровка. Здесь есть, в принципе, ну, такой вполне миленький стиль. Ну, неплохой покрас, правда, не совсем анимационный. Такой сложный более. И мне нравится, в принципе, то, что тут происходит. Я не помню твой прошлый мем. Вот, честно, я убей не помню. Потому что вас было очень много. Но, в любом случае, мне кажется, прогресс явно есть. Потому что, потому что, ну, то, что я вижу сейчас, вполне неплохо. И заслуживает гораздо больше просмотров. Ну, ребятки, если что, я тебе ставлю лайк. Мы удаляем вот этот комментарий. Здесь мы ставим 283 комментария уже. И генерируем число. 158. Отсчитываем. Итак, 158-й комментарий в нашем списке. Это автор Кэти, The Creator. Рисую примерно 3 года. Занимаюсь анимацией 2 года. Но, серьезно, начала относиться к этому лишь прошлым летом. Люблю фурию в фандомах. Долго не задерживаюсь. Только начинаю учиться делать покадровку. Выходит вроде неплохо. А, тут пишут. Больше всего хотелось бы второе видео. Ну, ладно, да, посмотрим второе. Меми делался примерно 4 недели. По 2-3 часа в день. Анимация по фандому вахву. Французский мультсериал. Также у меня присутствует в покадровой анимации небольшая тест-анимация. Смотрим. Переходим на канал. Это у нас 1384 просмотра. Мем Метеорит называется. Флипоклип. Палец, да? Давайте смотреть. Так, 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 так. Что там происходит? Подождите. Некий магический портал или что это? Или какая-то печать волшебная. Персонаж с рогами анимированный. Узнаю флипоклиповский стиль. 720 пик, к сожалению. На такую красоту не полюбоваться. Прикольно смотрится атмосферно вот эта сцена. Все в таких бликах красивых. Вот цветах от нее. От этой печати. Прям мне нравится. Вот это было немножко непонятно, что происходит. Кто-то в виде звездочки взлетел и вперед двинулся резко, да? Вылетает из разных порталов. Типа, да, персонаж туда-сюда. Прикольный, кстати, дизайн перса. Такой интересный. Кто это? Какой-то человек в шапке с ушами, с таким длинным-длинным помпоном. Прикольно подобранный и по цветам, и по дизайну элементы одежды. Это необычно, то есть запоминается сразу. Повторяется, да? Так, новый какой-то герой у нас появился. Кто это? Какой-то, знаете, напоминает. А, подожди, так это же не твои персонажи. Че я путаю, блин? Персонажи Вакфу очень классно выглядят. Сарямба. Бывает с утра. Вот, тоже прикольный персонаж. Напоминает мне, короче, кого-то из Звездных Войн. Я не знаю кого. У него какая-то голографическая рука. Ну, здесь такая уже более эстетичная какая-то сцена началась. Ну, вот он, этот герой вылетает к этому из портала. Что ж сейчас будет? И в конце человек устал, понятно. И такой красивый тоже call to action. Какой-то грустный, печальный, линейно нарисованный. Ну, в принципе, что сказать? Для пальца это очень неплохо даже. В принципе, моменты, где есть анимация, мне нравится. Мне нравится эпичный вот этот замес, что это что-то в какой-то в галактике. Кто-то летит, вылетает, вот такая печать крутится. Все такое супер эпик, значит, размах какой-то чувствуется ситуации. Что-то такое драматично нагнетающее. По цветам тоже очень красиво. Дизайны персонажей. Ну, если это все-таки дизайны из мультика, то ладно. Профессиональные дизайнеры работали, видно. Но, в целом, как-то вот довели до самой какой-то вот такой критической сцены. Вот она, типа, герой вылетает, и все, и обрывается. И как-то, ну, блин, ну, как бы, как будто весь мем являлся подводкой. Какой-то кульминации, кульминации не случилось. Может быть, стоило хотя бы как-то намекнуть, что же произойдет. Потому что, ну, непонятно, что дальше. У меня какое-то ощущение обрывистости в голове осталось, что я хочу узнать, что там было, но я никогда не узнаю, блин. Само построение мема интересное. То есть, какие-то вот сужающиеся кадры используются, вот как тут, допустим, такие обрамленные, причем диагональные. Интересная композиционная задумка. Плюс, в принципе, работа с цветами, вот этими бликами светящимися. Прикольно тоже выглядит. Блики анимировать всегда сложно, когда не локальный цвет, а еще дополнительные всякие. Выкрашиваешь тени, отблески. Это всегда сложно. Но есть некие, мне кажется, еще все равно косяки в анатомии. Да, я понимаю, что это стилизация определенная. Да, блин, не могу поймать кадр. Вот, но видишь, как бы одна, допустим, вот эта рука, она почему-то внезапно вот здесь у тебя раздувается просто в какой-то шар. Хотя вот эта рука остается, ну, одинаковой сосисой такой. То же самое странно иногда выглядят ноги, иногда шея, видишь, какая-то толстоватая. То есть, еще с анатомией немножечко поработать, в принципе. И будет прикольная очень стилизация. Ну, а так, как бы вот здесь это смотрится неплохо. Вот здесь. Ну, вот этот тоже чубзик неплохо нарисован. Только у него очень маленькая грудная клетка почему-то. Есть какие-то небольшие косички, но они не так бросаются в глаза в движении, потому что мем достаточно динамично сдвигался. И это смотреть, ну, достаточно все равно приятно. Цвета прикольно подбираешь, да. Ну, вот такой. Не хватает какой-то законченности мему. И не хватает немножечко еще аккуратности анатомии. А так, для пальца прям очень неплохо. Молодец. 282 комментария. И выгенерируем. У нас выпадает число 90. На 90-м комментарии у нас идет комментарий не на себя, а, я так понимаю, на кого-то другого. Я, ребятки, в этой рубрике не смотрю мемы других аниматоров. Это рубрика только для ваших мемов. Не нужно мне сюда присылать кого-то еще, кроме вас. Поэтому извини, чел, но я не стану рассматривать твой комментарий, потому что это не в эту рубрику должно быть. Мы берем тогда следующее. Следующий у нас тоже идет какой-то левый комментарий, никак не относящийся к анимациям. И мы останавливаемся на авторе Артис. Угу. Привет, Хлэйс, вот моя анимация. Я решил сделать анимацию, она у меня сделана через флиппоклип. Я не делал покадровку, надеюсь, заметишь. Ну да, посмотрим, что там у тебя. Мем «Лети-лети лепесток» во флиппоклипе Ульяна подписано. Я не знаю, кто такая Ульяна, возможно, тот человек, которому посвящен мем. Давайте же зацелим. Так, какой-то персонаж у нас тут такой разноцветный. Я вижу, ты используешь, видимо, кисть с низкой плотностью и пытаешься такой, типа, акварелечкой делать. Но цвета некоторые подбираешь, они смотрятся грязно. Особенно тени на лице. Возможно, стоило взять какой-то менее серый, более цветной, какой-то темный тон, потому что сейчас это реально выглядит, как будто на лице грязь. Вот так намазали. Не очень красиво эта тень смотрится. Особенно вот здесь на светлых волосах. И, возможно, все-таки чуть плотнее нужна была плотность кисточки, нажатие, нажима. Тогда бы выглядело чуть лучше. Здесь у тебя как-то нормально смотрится. Вот на волосах на лице прямо грязь-грязь, мазюка сплошная. Но сама идея, в принципе, персонажа вот с такими вот волосами, прической необычная, интересная. Цветочки на челке, интересно. Худи вот эта вот розовая, прикольная. Все такое цветное и в то же время какое-то необычное. Мне нравится. Кстати, русскоязычный мем. У нас как раз был выпуск про русскоязычные мемы в прошлый раз, позавчера. Поэтому вот сюда можно было бы как раз вписать. По сути, ты просто фигуру под слова двигаешь, да? Это у тебя такое караоке получается. Здесь все измазано красной кистью. Вот единственная тут такая анимация пошла с лепестком. Ну и типа легкий липсинк ты пытаешься делать. Ну смотри, ты пытаешься нарисовать разные звуки, которые издает герой. Но используешь один и тот же рот. У тебя как будто персонаж все время делает звук У. А другие звуки, они образуются с помощью другой формы. То есть постарайся, может быть, в следующий раз не черный просто, вот такой овальчик использовать, а взять, допустим, клоис на монтаже, пожалуйста, подставь на экран разные рты с липсинка. Чтобы было понятней. Как видишь, вот здесь используются разные формы и с зубами с торчащими, и с зубами не торчащими, и с чуть-чуть торчащими. И как бы не стесняйся видоизменять форму рта. Тогда будет более похоже на реальную речь. Потому что сейчас она просто как будто делает уоу-уоу-уоу. Но при этом ты пытаешься показать, что она поет. Ну, либо он, я не знаю, какого пола этот персонаж, поет вот эти строчки. Что здесь, за цикл пошел, да? Лети лепесток поется, а ты анимируешь листик, а не лепесток. Лети лепесток через запад на вас. Лепесток это то, что на цветке растет. Понятно. Странная идея мема. Я не знаю, я первый раз вижу этот мем, если честно. Он такой достаточно криповый, почему-то, мне кажется. Не знаю почему, но он меня пугает. Рисуешь один спрайт. Да, красивый спрайт. Прям стараешься над ним. Но хочется все равно какого-то разнообразия, потому что, ну, если мем весь 32 секунды состоит, по сути, из одной и той же картинки, которую ты просто то вставляешь передом, то боком, то кверх ногами, это смотреть становится очень скучно уже через секунд шесть. Поэтому можно было как-то хотя бы, может, развернуть персонажа, нарисовать несколько спрайтов ему, там, с какими-то руками вот так, какой-нибудь полубоком, чтобы чередовать эти картинки, хоть какая-то бы динамика была. Потому что иначе, ну, слишком это одинаково все. Три раза мы посмотрели на одну и ту же картинку, уже скучно. Вот. Ну, а так, в принципе, не стесняйся делать больше разнообразия, не стесняйся делать, там, рот, там, как-то иначе еще, там, изгибать, может, форму новую придавать. Да, ты берешь именно сложно, сложный покрас делаешь персу, естественно, тебе не хочется его как-то анимировать, двигать и так далее. Потому что, ну, блин, я как представлю вот эту всю мазюку с челочки перерисовывать заново каждый раз, это сложно. Поэтому, может, все-таки сделать локальную выкраску, пусть она будет проще, но она будет, как бы, легче анимироваться, у тебя будет меньше зажатости вот этой. Ну, и, может, что-то на фоне бы следовало тоже добавить, потому что одинаковый фон. Ну, единственное разнообразие, это то, что вот этот летящий листик, ну, и то, это, по-моему, двигается чисто просто один и тот же листик нарисованный, он даже никак не искривляется. В общем, скучновато, ну, извини. Красиво пытаешься рисовать персу, но скучноват сам мем, вот, особо тут даже не оценить ничего. Нету, как бы, ничего, за что можно, в принципе, как-то глазу даже зацепиться в этом меме. Просто похоже на, знаешь, анимированное слегка заставку караоке. Старайся еще больше как-то разнообразить, больше анимации делать, или хотя бы больше слайд-шоу делать, чтобы несколько было фигур разных позах. У меня удалено три комментария, значит, здесь остается 278. Генерируем. Десятый номер. Что ж, идем вниз, скатываемся по наклону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десятый претендент у нас Iron Wolf Eye. Новая лупней, пожалуйста, покритикуй, она была сделана скорую руку, минут 30-40. Охренеть. Подожди, тут два, два мема, да? Так, надо какой-то один взять. Почему вы все скидываете второй мем и просите посмотреть у меня второй мем? Зачем он вам тогда первый был? Нужен скидывай, либо тогда тот, что получше первым номером? Что за странная логика? Мем делался 7-8 часов, советую смотреть именно его. Давайте ж глянем на Iron Wolf Eye. Итак, мем у нас называется Pink Elephant Animation Meme Gift на 530 подписчиков. Твининг, клипсинг и флеш-ворнинг. Осторожно, ребятки. 770 просмотров у нас. И, видимо, сразу какого-то поцарапанного со всех сторон котищу. Что ж котища будем делать? Что-то со звуком, как будто он записан, словно бы через старые динамики, потрескавшиеся. Какой-то прям нету басов у звука. Так и есть разве в этом меме? Это хвост двигался перед лицом у него. Здесь прикольная рисовка такая, детальненькая. Ну, непонятно, хвост вроде сзади, а вроде спереди. И как понять, что тут происходит? Здесь ты, типа, сдвигаешь слои. Ну да, твининг написано. Вот во флипоклипе, если это, конечно, флипоклип, да, тут, в принципе, используется много прок, но одна из них флипоклип. Немножко всегда твининг выглядит как-то так. Близко к покадровке, он такой более кривоватый, чем твининг уже в какой-то впроге, где ключевыми кадрами двигают. И это может создавать иллюзию покадровой анимации. Так, в чем у меня претензия? Кот вот этот с разных сторон у тебя выглядит просто вообще по-разному, будто три разных животных. Почему-то, особенно даже вот эти боковые части сравнить, это оба персонажа сидят в профиль. Но профиль у них абсолютно разный. С этой стороны это короткая такая мордочка, знаешь, маленький носик, маленькая сама мордень. Ушки как-то торчат треугольные. И здесь идет уже какая-то вообще собачья или медвежья морда вот с этой стороны. Широкая, толстая, огромный нос такой. И уши уже стали вытянутые, какие-то кроличьи вниз опущенные. Немножечко непонятно, как будто разные животные. Стоило, наверное, все-таки соблюдать закономерность вот этой переноса формы, потому что при развороте морда лица, она не изменяется в новую морду лица. Она остается той же. Просто как бы ракурс меняется. А здесь как будто вообще другой персонаж. Ну и здесь такой самый, скажем так, нормальный центральный котик. Правда он более подранный, чем все остальные. На остальных как будто тебе стало чуть-чуть лень уже рисовать. Царапки. Мне нравится, в принципе, что у этого мема есть какие-то промежуточные сценки. Не просто котик башкой качает, а какие-то там показаны лицо вблизи его, какие-то царапки показаны. Это прикольно, то, что разнообразная динамика в меме чередуется. За это прям плюс. Молодец. Ну, тут идет повторение только в другом освещении. И с вот этой штукой. Я не знаю, откуда кто вообще ввел в мемы вот эту вот штуку на лице. Типа, розчерки такие. У меня тоже есть в каких-то моих старых мемах вот этот прием. Я не знаю, откуда все его берут, откуда он у меня взялся. Это просто какая-то ноосфера, блин, общий разум коллективный. Ой, разнообразие идет под видеоряд. Вспышечки! А, глаза больно. Еще что замечаю, у тебя центральная вот эта фигура. Она у тебя не по центру, по-моему, расположена. Мне может мерещится, я сейчас попытаюсь это измерить. Да, у тебя с одной стороны пространство шире, чем с другой. То есть как-то не отцентрованно выходит. Тоже такой частый косяк бывает у людей. У меня тоже он очень-очень частый. Я почему-то не могу середину измерить никогда нормально. Но здесь прям очень заметно, поэтому центруйтесь получше, чтобы оно прям ровно в центре было. Так, нас поблагодарили за просмотр. Ну, что сказать, в принципе, стиль такой для начинающего аниматора неплох. В принципе, смотреть на него не противно как-то. И только вот проблема с переносом пропорций в разные стороны. Над этим чуть-чуть поработаю. Попробуй, нарисуй, короче, возьми мордочку вот эту центральную. Расчерти вот так ровно линии, короче, от нее. Да, сейчас тоже хэлоиз, пожалуйста, на монтаже подставь это. Вот такими линиями, короче, расчерти каждую деталь. Линия носа, линия подбородка, линия глаз, линия лба, линия ушей. Постарайся разные развороты по этим линиям достроить мордочки вот так вокруг. Типа, как она идет, подставить. И это тебе поможет именно соблюдать пропорции, заданные в развороте, чтобы они не выглядели такими разными. Ну и молодец, что делаешь какие-то вставочки. Это прикольно смотрится, это разнообразит мем. Он не становится однообразным и скучным. Это классно. Есть некоторые затянутые сценки тоже кое-где. Но это, в принципе, с опытом пройдет. Не так уж и плохо. Ну и прикольно, что всякие эффекты пытаешься использовать под музыку, делать динамичное. Это хорошо, правда, я не совсем понимаю, где здесь был липсинг. Тут разве был вообще липсинг? Разве тут кто-то говорил? Или только вот в одной сцене, по-моему, чуть-чуть, да, было? Да, это вот здесь липсинг был. По сути, один звук какой-то, ну ладно. И у нас осталось выбрать последнего претендента. Я ставлю 277 комментариев. И генерируем последнего участника. 190 опять у нас выпало. 190 это будет... И это у нас получается автор Нетис МП3. Решилась попробовать снова. Тоже кто-то второй раз попал? Или просто второй раз пытается? Так, на данный момент это лучший мем на моем канале. Надеюсь, заметишь из меня 666 лайков. Это заклинание, чтобы призвать меня, что ли? 666 лайков. Не, я на такой не ключ. Тут меня призвать, это надо, не знаю, хорьков там, еду расположить. Тогда я, может, приду. Ну, а давайте заценим, что у нас. Видео недоступно. Прекрасно. Ничего мы не заценим. Ладно, я удаляю этот комментарий, потому что мы его не можем посмотреть. И мы тогда переходим к следующему комментарию. Следующий у нас это вот идет Moon Kate. Привет, Хлэис. Наконец-то решила попробовать попасть в видео. Вот ссылка. На данный момент это мой новый анимационный мем по каналу и он по фандому Genshin Impact. Делала около нескольких месяцев, потому что я ленивая. Там всего лишь твининг, в видео есть проблемы с авторскими правами. Астрид по Genshin Impact в NT набрал у нас 664 просмотра. Давайте же я заценим. Я не знаю этот мем, если честно, я вообще первый раз его вижу, поэтому я не могу понять, не могу знать заранее, о чем он будет. Смотрю вместе с вами в первый раз. Ой, какой милый стиль у тебя. Блин, реально прикольный прям вообще няшечка-няшечка. Необычная рисовка ресниц, или как это назвать? Верхние грани глаза прям она такая широкая, нестандартная какая-то. Очень такой няшный стиль. Получибишный, полу какой-то колобочек. Я не знаю, но мне нравится это. Выглядит очень мило. Единственное но, предъява, задвигаешь прямо сильно-сильно в угол. Посмотри, он у тебя аж обрезается. Как-то хочется его аж вот сюда. Ну вот, Венти, встань, пожалуйста, в центр. Ну или хотя бы чуть ближе от края. Не прячься в этом углу. Много деталей, классно. Детальки все такие, линии ровные, линии вкусные. Прикольно всякие кончики волос рисуешь. Прикольные детальки. Мелкие пуговки, бантики, листики. Все это выглядит классно. Плюс градиент на волосах. Ну, я так понимаю, тут твининг, да? Ну да, такой приятный твининг. Уже именно не пальцем сделанный, а покадровый. Который так мягко движется. Меняются разные выражения. Летят какие-то предметы у нас. Которые, видимо, ассоциируются с Венти. Здесь он просто с каким-то потерянным лицом. Не знаю почему. Хочется его сдвинуть. Вот реально много пустоты вот здесь. Так, что происходит? О, делаешь плывущий кадр. Это прикольно. Это добавляет динамику, мему. Можно было бы прям в самом начале сделать. Такой плывущий кадр, в принципе. Было бы не хуже точно. И тут что-то вылезает. А, там еще один мини-Венти вылезает. Понятно. Вот здесь зацикал, пошел уже. Все, такой мини-Мемы. И дальше у нас идет уже просто-просто заставочка. Окей. За стиль однозначно плюс. Он такой очаровательный какой-то, миленький, нарочито забавный. Я не знаю какой-то. В принципе, но выглядит прикольно. Я вижу, что ты используешь изумрудный, а не черный контур. Тоже необычное достаточно решение. Выглядит даже как-то так. Интересно. Правда, вот здесь теряется контур на волосах, на челке у него. Из-за того, что цвет начинает как-то сливаться. Но там, где светлые детали, там он хорошо сидит. Прям так подчеркивает его. Но композиция, конечно, едет куда-то непонятно куда. И вот эти маленькие даже фигурки. Вот тот мини-Венти, который всплывает внизу. Они не перевешивают композицию. Она все равно вся заваливается вправо. Чуть-чуть вот стоило либо в центр сместить, либо чуть-чуть именно вот в середине половины экрана. Но не так, как у тебя он задвинут. А так, за рисовку плюс, в принципе, за покрас плюс большой. Ну, и за то, что часто меняешь кадры в твининге, в принципе, тоже плюс. Минус. Некая странная анатомическая небрежность вот здесь в руках. Иногда проскальзывают какие-то обрубочки. Не очень мне нравится композиция. И, возможно, 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 что еще тут можно поругать. Излишне простой мем. Может, хотелось бы как-то добавить какие-нибудь вставочки тоже такие, где он там со своей вот этой штукой, арфой, из бутылки где-нибудь лежит, такой отдыхает. Может, какую-нибудь сценку показать. Чтобы разнообразить вот этот цикл одинаковый. Очень даже неплохо смотрится. Почему нет? Мне нравится, в принципе. Для начинающего аниматора очень даже хорошо. Я тебе плюсик поставлю. Вот мы и посмотрели с вами 5 мемов начинающих аниматоров моих подписчиков драгоценных. Я обожаю вас всех, ребятки. Извините, кто не попал снова в ролик. Но это рандом. Видите, это вообще уже не от меня смесит. Я считаю то, что выпадет на генераторе. Так что не надо мне претензий, а ты меня опять не выбираешь. Ну блин, ну я же не могу сейчас просто специально ходить и выбирать тех, кто просит. Это будет нечестно по отношению к другим. Поэтому все, что вы можете, это верить и надеяться. И каждый раз снова пытаться. Рубрика никуда не уходит, не закрывается. И мы еще, надеюсь, попадем на вас и не раз. Ну что сказать, в принципе, все претенденты сегодня были молодцы. И мне кажется, старались. Не было прям совсем на движись мемов. Ну были послабее, конечно, да. Были посильнее. Ну и как-то и совсем прям тоже охренительно будораживающих сегодня произведений не попалось. Как-то так, среднячок, в принципе, нормальный уровень новичка, который можно еще улучшать. У нас станет еще круче. Такие перспективные более-менее мемы попались. Напоминаю, что вы можете поддержать сегодняшних всех участников. Ссылочки на них всех будут в описании. Заходите, смотрите. Пишите им что-нибудь доброе, чтобы они продвигались. Ну и, пожалуй, пришло время сделать новый пост для сбора анимации. Потому что прошлый пост уже, видите, он морально устарел. Там очень много удаленных мемов. Там очень много какого-то спама, который не относится вообще к мемам. Поэтому я думаю, мы сделаем новый пост. Поэтому, если что, если вы не попали, но хотите попасть в новый выпуск, переносите свой комментарий с того поста в новый. Он провисит парочку дней, потом я его удалю. Чтобы он не замусорил ничего. Ну или вы можете там новый какой-то свой мем скинуть, если он у вас появился. Потому что я хочу немножечко почистить этот пост. Облагородить его, потому что 300 сообщений, включая всякий мусор, это тяжело выбирать будет уже. Не забудьте, пожалуйста, новый пост будет для сбора ваших анимаций. Прислать можно не только мемы, если что. Аниматики, клипы, что угодно. Мультики свои можете скидывать. Короткие анимашки. Мы с вами договорились, я на этом буду с вами прощаться, ребятки. Всем вдохновения. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Потому что в августе очень-очень тяжело с просмотрами идет на ютубе. С вами, как обычно, Хэллоиз, чутка художник, чутка аниматор, чутка критик, чутка черти знает кто еще. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok